МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект «Большие города» путешествует по Казахстану, изучает тонкости туризма Северо-Казахстанской области. Сегодня в программе. Тропики в самом северном городе Казахстана. Переулок Мастеров. Творческая зона под открытым небом. Арт-центр Петропавловска. Зачем батыры украшали копья конским волосом? Ответ на этот и другие вопросы можно узнать в гостях у Хана Аблая. Нельзя приехать в Петропавловск и не посетить ботанический сад. Так говорят местные. Мы не стали нарушать туристическую традицию города и отправились в самую северную оранжерею страны, возраст которой 109 лет, где можно увидеть более 2000 видов диковинные растения из разных концов света. Нужно отметить, в прошлом году в саду впервые за 10 лет проводился капитальный ремонт, бюджет которого составил 200 миллионов тенге. Так что давайте узнаем, что из этих финансов выросло. Вот эта экспозиция появилась совсем недавно. Так называемые парящие стады. Когда мы входим в ботанический сад, в его двери, нас встречает эта экспозиция. То есть это входная группа и это лицо сада. То есть вот такая интересная работа. Это полностью ручная работа арт-бетон. Также здесь, кроме зеркальных парящих грядок, появились японские сухие ручьи, авторский дизайнерский фонтан, скамейки примирения, водопад, уголки для молодоженов, алтарь сердец и ступени юбилейных дат для крепких семейных пар. Сад преобразился, и это видно невооруженным глазом. Даже серые металлические столбы, подпирающие магистральные трубы, аккуратно спрятали. Все думают, что это деревья, а это, оказывается, арт-бетон. То есть стилизованное под натуральное дерево. А, да? Я думала, это дерево. То есть художники работали, здесь большая группа художников работала. Вот они взяли за образец вот это дерево. Изменения коснулись и живого уголка. А вольеры животных стали более комфортными для их обитателей. А находящийся рядом пруд облагородили. Сюда попадают птицы, которые подранки. То есть специально их никто не собирает, не ловит подранки различные. Это пеликаны? Это пеликаны. Ого! Причем два разных. Это тоже влюбленные пеликаны. Ну, мы думаем, что серый – это самец, а розовый – это самочка. Ну, виды разные, но они друг друга не обижают, не трогают. Также в саду появился свой собственный альпинарий с водоемом. Здесь вот с этого места уже начинаются новые экспозиции. То есть это было с местной природы, привезено больше тысячи тонн камней. Значит, плодородный грунт завезен. То есть здесь представлены, во-первых, в топярном стиле формируются вот такие вот кустарники. То есть это ирга, вот такие ягодки, интересные они. Это барбарис. Высажены альпийские травы, то есть различные клеверы, алисумы. Почти половина бюджета этого грандиозного ремонта ушла на вентиляционную систему и кровлю. Так что растениям теперь будет хорошо и уютно, но и туристам тоже. Но есть здесь и проблема, которая волнует не только работников ботанического сада, но и многих жителей города. Это строящийся по соседству волейбольный зал. Эка система уже живая есть и строит большое здание. То есть это разные вещи. И естественно, растения как восприняли? Шоком. То есть у нас даже в июле месяце тополь пирамидальный, который никогда не пушил, то есть он дал пух. Вы же знаете, почему его в городах садят? Потому что он не дает пух. А здесь получилось, что на самой вершине появился пух. Это он себя пытается... Шок, да? Да, стрессовое состояние, шок. Ботанический сад уже лишился. Восьми пирамидальных тополей они погибли. Все это результат нежелательного соседства, уверен на руководство оранжереи. Как дальше поведут себя растения, покажет время. Кстати, зимний сад особым изменением с нашего последнего приезда не подвергся. Полтора года назад эту австралийскую сансеверию мы посадили здесь. Смотрите, как она разрослась. Зеленый уазис доступен для посещения 7 дней в неделю. Цена билета 400 тенге для взрослого. Будете в Петропавловске, обязательно посетите ботанический сад. Это настоящий тропический рай. Здесь растет папайя. Также фига. Золотой мандарин. Гранат. Кубинский лимон. Плоды съедобные, напоминают по вкусу дыню и ананас. Кроме ботанического сада, изменения произошли и во внутреннем дворике Североказахстанского областного историко-краевического музея. Здесь почти год велись строительные работы. А теперь на месте, где когда-то был склад, появилось необычное городское пространство. Арт-центр. Вот она, новая туристическая зона. Здесь и детская площадка, и сцена для выступления, беседки. А также, самое главное, ряд ремесленников. Здесь современно, красиво и комфортно. По задумке авторов, арт-центр разделили на три функциональные зоны. Чтобы во всем разобраться, мы пойдем по территории с небольшой экскурсией. Мы в прошлый год проводили ремонтные строительные работы. В этом году мы занимались наполнением, приобретали мебель. Это информационно-выставочный центр. Это площадка. Здесь у нас находится этот экран. Здесь проходят творческие встречи с интересными людьми. Заседания различного поэтического клуба. Здесь у нас, мы ее называем, это творческая зона. Здесь мы организуем, допустим, интеллектуальные игры, интерактивные занятия для детей. Отдельного внимания заслуживают торговые павильоны. Здесь народные умельцы смогут продавать свою продукцию. Для этого обустроили специальное место. Это плетение из газетной бумаги. Ой, да? Это вот как обратное превращение. Мы делаем из дерева бумагу, а здесь наоборот, из бумаги в дерево. Это очень интересно. Это очень трудоемко, это непросто. Из бумаги крутится трубочка, трубочка красится, затем плетется любое изделие. И покрывается на финише акриловым лаком. Ой, а можно я вот это куплю у вас? Карандашница, пожалуйста. Сколько она стоит? 700 тенге. Купила корзиночку на память, и разве можно на этом ограничиться? Загляну-ка еще и в мастерскую к ремесленникам. Да-да, здесь и такое помещение предусмотрели. Даже можно поучаствовать в мастер-классах. Так, закруглить. Ну, давайте. Только ведите вот так вот, а не вниз. Если вниз, вы туда воткнетесь, и потом... А вы сколько лет уже занимаетесь? Я занимаюсь этим 13 лет, 14 лет. Мои братья занимаются с 91-го года. О, получилось мне? Четко. Из-за суровых северных зим арт-центр будет работать только в летний период. Каждый день, кроме понедельника. Вход бесплатный. Ознакомившись с новым туристическим местом в Петропавловске, мы отправились в давно знакомое и очень любимое резиденцию Аблайхана. Если захотите повторить маршрут, знайте, настоящая ханская ставка находится не в степи на широких лугах, а в самом центре современного города. Советую поучаствовать в экскурсии, которая для всех желающих проводится бесплатно. Звездным часом Абельмацура считается его битва с джунгарским батыром Шарыша. Придя на поле битвы, он увидел, что джунгары и казахи стоят друг против друга, посередине них стоит Шарыш и вызывает на бой казахских войн. Услышав это, Абельмацур, подойдя к хану среднего жуза Абульмабету, попросил разрешения выйти на поединок. Получив его, он разогнал своего коня и с боевым кричем «Аблай, Аблай», всего лишь одним махом отрибил Шарышу голову. И с криком «Враг сражен» смотивировал казахов идти против джунгары. Собрание музея Аблайхана посвящено жизни и деятельности государственного деятеля. Все экспонаты расположены в четырех тематических залах. Экспонат, на который стоит обратить внимание, это копье с конским волосом. Эти копии отличали казахских батыров от других кочевых народов. Конский волос играл две основные роли. То есть задерживал кровь, чтобы руки батыра оставались чистыми. А также это был своеобразный отвлекающий маневр. Если располагаете временем, то можете тщательно рассмотреть каждый предмет. Это интересно всем, кто хочет больше узнать о казахском народе и его становлении. Вы смотрели проект «Большие города». Сегодня мы посетили главные туристические объекты Петропавловска и практически не потратили денег. Путешествовать бюджетно можно. Главное – места знать. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!